Актуальный разговор Верноисполняющим обязанности замначальника Сложно называется отдел Отдел информационных технологий связи и защиты информации Управление МВД России Показани Здравствуйте Вот уже некоторое время Оформить паспорт Получить права водительские Это вообще, в моем представлении, просто нонсенс Прописаться Встать на миграционный учет Можно теперь не в той структуре, к которой мы привыкли А еще и в другой Как параллельно вы работаете Будем об этом сегодня говорить Сидите, улыбаетесь, головами киваете А ведь вы же конкуренты, разве вы не конкуренты? Нет, мы не являемся конкурентами Ни в коем случае Мы, если так можно выразить Мы партнеры Партнеры с большой буквы Потому что Подать документы Это первый шаг у граждан Он встречается на первой линии С тем, как его встречают Гражданина И у МФЦ Это черта очень ярко выражены Гостеприимство Совершенно верно Условий Совершенно верно А уже дальнейшие мероприятия По изготовлению документов Проведение необходимых процедур Естественно, это все мы так же продолжаем делать У человека ведь есть выбор По-прежнему остается выбор То есть он может обратиться К вашим коллегам в погонах А может прийти в МФЦ С той же самой нуждой своей Да, Рустан Ваш сказал В любом случае Мы являемся действительно партнерами И в данном случае У человека есть выбор Куда ему удобнее Комфортнее Куда обратиться Вот только за 8 месяцев этого года Мы предоставили около 500 тысяч услуг По всем 9 услугам Которые мы предоставляем в МФЦ И эти услуги предоставляются В 57 филиалах То есть человек выбирает В какой район И туда ему удобнее подъехать Вот это показатель Конечно Между прочим Это показатель этого самого выбора Потому что до начала программы Вы мне говорили Что как только появилась у нас услуга Получения водительских прав Через МФЦ Больше всего благодарности Было именно по этому поводу Вот как Да А почему временно приостановлена Эта услуга? Ну в любом случае Временно предоставлено Скорее всего Из-за количества обращающихся На самом деле То есть у нас на 16% В этом году уже выросло То есть заявители пришли больше Чем в прошлом году За обменом водительских удостоверений И люди считают Что им это очень удобно Во-первых Можно ведь обратиться заранее Если в ГИБДД Права делаются В течение одного рабочего дня То вы можете обратиться за месяц В виде что ваши права Истекают Вы совершенно не спеша Обратитесь в любой МФЦ И вам предоставят эту услугу То есть люди Люди заранее стали просматривать Наконец-то свои документы Заранее к нам обращаться Не спешить со сроками Потому что через какое-то время Они спокойно придут Зададут нам старые И получат новые Эта услуга когда появилась? Я припоминаю Что я в марте Когда сидела в МФЦ Здесь в Казани На Кулахметова Сидела по одному поводу К одной девочке-операционистке Там я выписку из ИГРН заказывала А в соседей макошке говорили А скоро у нас появится Или уже появилась Эта самая услуга права Она появилась уже Она где-то в районе марта появилась? Нет-нет-нет Она уже два года Точно работает Очень четко Два года назад Я все путаю Да-да-да Это два года уже точно Четко работает До этого это все Апробация была Там пилотные какие-то районы были То есть надо было Действительно подготовить И обучить наших сотрудников Ведь мы 180 услуг принимаем Понимаете Это же надо каждому нашему сотруднику знать Какой пакет документов Он должен Принять Принять заявителя Да Соответствующую пошлину заплатить То есть И не ошибиться опять-таки Потому что Как мы примем на приеме документов Это уже 70% успеха Насколько человек Получит вовремя Результат И он будет положительный Каждый раз появляется Новый слуг Каждый раз Девочек Обучение 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 При этом у нас обучение Оно отличается от всех в России Мы никогда не закрываем МФЦ Мы работаем в режиме В таком постоянном рабочем И при этом отвлекаем Какую-то сотрудницу Или сотрудников Нескольких Наисильнейших Которые едут на обучение В центральный аппарат Их обучают И они уже по приезду Транслируют Не можем мы В Нижнегамском районе Закрыть весь офис И прислать сюда сотрудников На работу Вы представляете 180 услуг В этот момент закроются Человек не придет К нам А это удобно И они привыкли Тем более в субботу работаем Тем более в субботу В Казани В воскресенье работает На проспекте Победа 200 И бывает, что у каждого МФЦ, насколько я знаю Есть один такой день Когда они до 8 вечера работают Да, это обязательно В 7 до 8 вечера Там как-то расписание варьирует В Казани любой день вы можете попасть Потому что у нас 10 их И понятно, что где-то даже совпадает Что два отдела до 8 В этих еще городах есть Напомните, в Татарстане В крупных городах МФЦ, где есть В набережных, Челнах Нет, везде Абсолютно во всех городах Даже в маленьких Даже в Джалиле Даже в Камполянах Предлагаю На полторы минутки Отлучиться От нашего разговора Отвлечься Посмотреть сюжет небольшой Он снимался в начале года В феврале Там речь шла о том Что некоторые услуги Только еще начинаются Только еще внедряются Вот сейчас скажете Как работа сейчас На нынешний момент кипит И что еще в планах Сегодня в каждом Многофункциональном центре На территории Татарстана Оказывают более 150 видов услуг Причем 30 из них Появились в прошлом году А с 11 февраля 2019 В МФЦ начали принимать заявление О постановке на учет И повторной выдаче Свидетельства ННН Данная услуга Предоставляется экстерриториально То есть возможность Независимо от того Где человек проживает Или зарегистрирован Он может обратиться В любой многофункциональный центр На территории Российской Федерации Услуга бесплатная По паспорту Госпошлину придется заплатить За повторное получение Свидетельства Ну сейчас купли-продажи Ну как бы сервис тут На высшем уровне Все как бы понравилось Здесь довольно-таки Ну хорошее обслуживание Удобное для населения Челнок Все быстро решается Да нет, нормально Развитие идет В правильном направлении Сейчас в МФЦ Отрабатывают механизм Выдачи биометрических паспортов Сроком действия 10 лет Для этого установят Специальные криптокабины Кроме того С этого года У нас есть услуга По выдаче справки Предпенсионного возраста Услышали мы Про паспорта Загранпаспорта С биометрии Которые на 10 лет Выдаются Все уже началось Да ведь А здесь немножко ошибочка Вышла по поводу Криптокабин Криптокабин у нас появится Только со следующего года Когда сам заявитель заходит Сам себя сканирует Фотографирует Это такая универсальная кабина Она сейчас в пилоте Московской области Отрабатывается Но у нас уже установлено Биометрические портативные Как мы их называем Чемоданчики В 9 крупных городах Где население Превышает более 100 человек То есть вот за этот год Около 1000 уже Паспортов Выдано по биометрии То есть в Казани В Нижнекамске В Елабуге В Набежных Челнах Вы можете не только В органы МВД прийти А именно в МФЦ И получить там паспорт Чуть больше полугода Получается прошло А вот такие уже Объемы Такие уже Но к сожалению Объемы маленькие Не скажу что большие Сейчас почему объясню На этих чемоданчиках Имеет право работать Только сотрудник МВД Не разрешено А вот по криптокабинам Будет другая система Я думаю что она будет Очень пользоваться популярностью А МВД Учитывая что сотрудников Так же мало И у них работы много Они у нас находятся Только один раз в неделю И даже вот за этот срок У нас ее уже полюбили И к нам так же ходят Потому что удобно очень Получается что МФЦ Очень даже помогает МВДшникам Как эта работа строится Такая взаимопомощь Да это именно Как уже было сказано Это именно взаимопомощь Взаимопомощь Да конечно Помощь Как уже было сказано Не такая уж прям большая Пока Объемы не такие большие Но мы развиваем В этом направлении развиваемся Сотрудничаем У нас уже и соглашения заключены То есть правовая основа У нас тоже отработана В этом направлении И так скажем Мы этот вопрос развиваем Какие виды услуг Вот по линии МВД В плотной связке с МФЦ Население Татарстана Может получить Про права мы услышали Загранпаспорта Это линия миграционной службы Это МВД Это МВД Это тоже МВД Совершенно верно Что еще Теоретически я могу получить Если придумал МФЦ Но как бы Держу в голове Что это По линии МВД Вы также можете получить Справку о судимости Тоже очень востребованная Госуслуга Она бесплатная Тоже можете это Воспользоваться Филиалами МФЦ И там подать заявление И получить Справку о судимости Также у нас В качестве Эксперимента Положительного опыта Регистрация автотранспорта В МФЦ Совершенно верно Первоначально Когда человек только ставит Машину на учет Или меняет документы В связи с переменными Регистрация когда ставит Любые Адморегламенты Адмодействия С последующей заменой Документов Регистрация Совершенно верно Правда сейчас у нас В одном МФЦ Это оказывается На проспект Победы Вот Но Этот вопрос И эту Востребованную Государственную услугу Мы хотим Проецировать И на другие МФЦ Поэтому сейчас у нас Мероприятие проходит По согласованию По принятию решений Потому что Для оказания данной услуги Необходимы Определенные Выдержать критерии Для того чтобы Можно было ее оказывать Это касается Ваших коллег из МФЦ Ваших помощников Или вас лично Это касается И МФЦ Да Должны быть площадки Для осмотра транспорта И так далее Да Сотрудник должен Да 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 Там находиться Наш сотрудник именно Должны быть места Для хранения И так далее Ну Это порядок И требования Моя фронта работ Намечается Совершенно верно Но В этом направлении У нас есть понимание Взаимопонимание С МФЦ И мы будем продолжать И развивать эту тему В связи с тем Что за какую-то услугу Я обращаюсь Например в МФЦ А я понимаю Что это услуга По линии МВД Срок продляется Получение Вот этого Вожделенного документа Например там Не знаю Номеров Госномеров на автомобиль Он из-за этого Удлинился срок Или нет Они Их можно сократить Вообще эти сроки Ну что касается Государственных номеров Это вообще нас не касает Срок Потому что уже сам Сотрудник МВД принимает И к нам отношения Здесь не имеет Он находится на нашей площадке Курьер Между ними не ездит Он лично Отвозит документы Что касается Других документов Но самое важное С чем еще Да Сроки увеличиваются Потому что Принять документы По реестру Составить Весь список документов Принятых По всей республике Их надо потом отвезти И по изготовлению Обратно привезти Два дня срока Однозначно прибавляется Но есть еще Такой момент Очень удобный Например Экстратриальность Это когда вы Прописаны в Лаишском Или в Атнинском районе Вы можете здесь прописаться Снять с учета Прописаться В городе Казани Не надо ездить в Атню Что касается МВД Вы это не сможете сделать Вы пойдете по месту Прописки Но срок Естественно Он увеличивается Если человеку торопиться Никуда не нужно Конечно Это очень удобно Или например Те же водительские удостоверения Вы знаете Что отделение ГИБД Находится только в 11 районах Из 44 районов Республики Татар Если вы дождались Что у вас они завтра истекают Ну ваши проблемы Значит вы будете стоять В очередях Нервничать И ехать И никуда не денешься А у нас А если заранее побеспокоиться И заранее побеспокоиться При этом вы опять Не привязаны к прописке Вам удобно Вот в этом районе Ну вы уехали в отпуск Например К своим родителям Во дню прописано в Казани Или там допустим В Агрыз даже И вдруг понимаете Что у вас Там ведь еще и штрафные санкции За то что вы просто Между прочим А если вы в Агрыз К МФЦ придете И сдадите документы У вас уже При этом приехав На самом деле У вас сроки бы истекли И вы еще укажете Что его должны были В Казань привезти Мы его вам привезем Курьеры привезут Поэтому естественно Сроки увеличены Но людям это удобно Мы видим Что с каждым днем С каждым месяцем С каждым годом Действительно Как-то Начало Когда МФЦ Централизация Создавалась Лет пять Нас скептически Относились к этому Все считали Что мы перейдем На цифровые технологии На электронный межвед И что люди у нас Ходить никуда не будут Пришел четко В ту же руку Во-первых Мы хотим Видеть бумагу Мы хотим Держать бумагу На руках Так спокойней Да Я всегда Я всегда В пример ставлю Пенсионный фонд Руководитель Как-то на коллеге Говорит Что за прошлый год 200 с чем-то Тысяч Сертификатов На маткапитал Из них только Две тысячи Мамочек Согласились Получить на электронную почту Все остальные Пришли за бумагу Потому что можно Видеть душу греет Стоять в серванте Используюсь Напоминаю Это себе Приятно Самая популярная услуга По линии МВД Которая через МВЦ Проводится Какая? Это по линии Нет У нас прописка Это самая популярная услуга Это то, о чем вы говорили Да И справка О судимости Так тоже Настолько популярна Да Я думаю Нет Но ведь справка О отсутствии судимости Она нужна Каждый раз Человеку Который оформляется На работу Вы понимаете Поэтому это действительно На втором месте На самом деле У нас замена Российских паспортов Стоит на втором месте По статистике А вот что касается Прописки Люди сами сейчас же диктуют Вот например В Салават Купыры Мы открыли в этом году МФЦ Мы ведь на самом деле Открыли по просьбе заявителей Людей, жителей Там молодые мамочки Им прописаться нужно Они с колясочками гуляют рядом Заходят к нам Прописывают и детей И на детей И на НН получают То есть никуда не нужно ездить Ходить Гуляя по парку Заходят к нам Документы сдают И получают Поэтому прописка Действительно на первом месте Она очень удобна Хотела спросить Про новые услуги Которые в ближайшее время появятся А вот про это тоже Сейчас поговорим Напоследок У нас не очень много времени До конца эфира остается А вот про То, что вы говорили мне До начала эфира Это правда или шутка? Что параллельные услуги Приходится оказывать Молодым людям Потому что Элементарно Писать разучились Ну да У нас были случаи Когда во-первых Есть специальные Такие формы Которые заполняются Ручную Все-таки Человек должен сам сделать Все-таки Смотрите Сейчас К счастью нашему На самом деле В программном продукте Нашем МФЦ Разработана все-таки Экранная форма Данного заявления Мы потому что понимаем Человек может ошибиться А потом Органы МВД Они не принимают Ни любую Ну никакой поправки Не должно быть Мы во-первых Продлеваем время То что другого заявителя Не можем принять Пока человек Ведь скорость тоже разная Помимо этого Молодые люди Действительно Разучились писать Играя на компьютерах Клавиши Печатный вид А вот буква Щ Как или Ч В какую сторону Ее повернуть Да Нам вопросы такие задавали Так и спрашивали Да Поэтому наши заявители Куда хвостик ставить Буква Щ Да Наши сотрудники поняли Что в какой-то Период времени Что нам легче Взять у него паспорт И быстро самим Заполнить это заявление Распечатать А он только подпишется Во-первых И времени Мало У нас находится Во-вторых Мы заявители Быстрее следующего И у коллег Претензий будет меньше Да Нет и поморки И справления Конечно Конечно По поводу новых услуг Не сказали Новые услуги Какие в планах В мечтах Есть Что бы еще хотелось С коллегами По линии Именно МВД Мы бы хотели Развивать Именно По линии ГИБДД Хотели бы развивать Это направление Регистрация Автотранспорта В первую очередь Потому что услуга Очень востребована У нас Огромное Количество обращений За этой госуслугой Вот Мы это будем Развивать Естественно При поддержке МФЦ Вот И второе направление Которое мы тоже Прорабатываем Это естественно Взаимодействие Электронной Чтобы сократить Передачу документов Курьерам И так далее Чтобы можно было Залить документы В электронном виде И отправить Я вот добавлю Здесь на самом деле Мы с МВД Оказались как раз таки Первыми Наверное Первопроходцами В России В плане Вот справку о судимости Что такое Документы мы приняли Мы же ведь Не готовим их Допустим И увозим Тому органу Который должен обработать Что происходит здесь Вот по справке Об отсутствии судимости Мы в электронном видеозаводе Мы отправляем По каналам К ним Ответ приходит К нам Мы распечатываем А нормативный документ Российской Федерации Мы наделены Полномочиями Сотрудникам МФЦ Поставить в печати Подпись свою Она легитимна То есть И эта справка Настолько удобна То есть Не нужно Ездить за ней Не нужно То есть Курьеров Чтобы они вовремя привезли Все подготовили К нам прислали Мы распечатали И отдали человеку Поэтому конечно Вот этот другой Самый классный уровень Когда мы еще и курьеров Курьеры перестанут ездить А мы будем отправлять По каналам связи Принятые документы И они начнут Через какое-то Определенное время Приходить Мы распечатать И отдавать человеку Курьеров Работу лишите Или найдется Работа Найдется работа В любом случае Конечно Паспорта Мы точно По электронной связи Не отправим И водительское удостоверение Тоже Лично Присутствие необходимо Вот размечтали Сейчас сидим Мечтаем Какие еще вопросы Может быть оргмоменты Какие-нибудь Хотелось бы решить В ближайшее время Наименьшими потерями Оперативника Так чтобы Можно было Глядишь И еще больше услуг Оказывать И еще быстрее Это делать Какие-нибудь оргмоменты Есть такие Которые очень хотелось бы Утрясти Как можно скорее У нас в принципе Взаимопонимание Налажено На самом высоком уровне Мы Все вопросы Проблем Которые у нас Появляются С МФЦ Мы садимся За круглый стол И их обсуждаем Никогда не было Такого Чтобы мы не пришли К какому-то Взаимопониманию Скажем напоследок Где татарстанцы Могут получить информацию О том Какие услуги Вот мы сегодня сказали Сколько десятков Еще раз Услуг 180 услуг 180 услуг Подробнее Что именно я могу сделать Придя в МФЦ Где эту информацию Татарстанец может найти Конечно на сайте На нашем Сайт называется Мои документы Да МФЦ Татарстан И колл-центр Телефон 222-0620 Туда позвоните 222-0620 Колл-центр МФЦ Да Любую информацию Они вам предоставят Я о готовности документов И какой пакет документов Нужен И вообще советую Прежде чем к нам Прийти в МФЦ Все-таки позвонить туда Узнать Чтобы не было того Что вас развернут И скажут Вам еще дополнительный документ Необходим Звоните туда По поводу Куда можно обратиться За вопросами Есть Введен в эксплуатацию Короткий номер 115 С любого мобильного телефона Это что за номер? 115 Это федеральный номер Бесплатный По которому можно узнать Интересующую информацию По государственным услугам Дополнительно По линии МВД У нас есть Телефон горячей линии Также 221-2002 221-2002 Это горячая линия Совершенно Именно по МВД Если какие-то есть вопросы И так далее На которые нужно Оперативно получить ответы Тоже можно Спасибо большое Что нашли время К нам сегодня прийти Про такие интересные вещи Рассказать Вооружить нас знаниями Нужными Надеюсь Очень полезно Для наших телезрителей Приходите еще Будем ждать Спасибо Это была программа Актуальный разговор Мы сегодня говорили о том Как просто Сделать документы Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова